Одерживают победу и вообще под управлением Джузеппе Якини. Они здорово смотрятся в нынешнем сезоне. 12 место у Палермо. Внимание! Туринское дерби! Гвоздь программы 13-го тура, хотя еще множество любопытных матчей. Вот Милан Удинеза тоже встреча в статусных команд. Рома и Интер вообще без вопросов. А в понедельник ведь еще ждем игру с Амдори и Наполи, которые перед этим туром занимали третью и четвертую позиции соответствия. Но вот оно, Туринское дерби. Пирло в строю. Банучи, Килини, Левштайнер, Эвра, оборона Ювентуса. В принципе проблем с составом каких-то очевидных у Юви не наблюдалось. Ну примерно такая же ситуация и у Турин. Игра получилась на удивление равной. Дальняя попытка. Да, и обязательно надо сказать о том, что Марко Старари был в воротах. Вот единственная проблема. Буфона не было в этой игре. И вот пенальти назначается. Кошмарная глупость в исполнении одного из футболистов Торины. Не рассмотрел кого. Поднял он руку, защищая непонятно что. Был назначен пенальти. Артур Уидаль забил. И первый, и второй. Одиннадцатиметровый. Первый был в общем-то незасчитан из-за того, что вбежал кто-то из игроков Ювентуса раньше времени в штрафную. Но здесь демонстрируют свои стальные нервы чилист. А вот что происходит на 23-й минуте матча. Это один из лучших голов нынешнего сезонья серии А. Бруно Перес, Бруно Перес, Бруно Перес. 70 метров, 75. Удар. Гол. Гол Бруно Переса. Невероятный проход. Невероятный спорт. На скорости, переключая передачи, Бруно Перес ушел от четырех футболистов Ювентуса по правому флангу. Не остановился и влупил от штанги. Безумный мяч. Невероятный гол. Возможно, лучший вообще в этом уикенде европейском. Вот таков ответ Торина. Вот такова эта команда, прозвище которой Быки. Быки против Зебр. Вот такое сафари в дождливом Турине. Подача от Пирло. Удар. Над перекладиной прилетает мяч. Артур Видаль. Он действовал в этой схеме с четырьмя защитниками практически на позиции под нападающими. Практически треквартистый был. Передача на Квалиарелло. Тот свой шанс не реализовал. Для Квалиарелло это особенная игра. Воспитанник Торино. Много сезонов провел в Ювентусе, но так там и не закрепился. И перед началом этого сезона вернулся в Торино. И для него, как ни для кого другого в этом туре, было важно забить. Тевес бьет над перекладиной. Яркая, атакующая игра. Игра, которая зачаровывала. Лихштайнер начинает спорить. У Лихштайнера желтая карточка. Он здесь себе рукой подыграл. И спорить с этим, конечно, бессмысленно. Но Лихштайнер не останавливается на этом. И вскоре он получит красный. Удар. Из сложной позиции в исполнении Марсела Ларонда, который заменил Квалиареллу. И еще одно нарушение от Лихштайнера. Вот оно, настоящее дерби. Дерби без крови, без перемотных голов, ног, без травм, без красных карточек. Это ни черта не дерби. А вот это удар, который мог на самом-то деле игру изменить. Но в конце игры допускает ошибку Торино. Третья добавленная минута. Пирло! Андреа Пирло. Это дерби войдет в историю противостояния Ювентуса и Торино. На третьей добавленной минуте Артур Видаль откатил мяч. Андреа Пирло. И тут...